здравствуйте представьтесь пожалуйста не слышал извините еще раз представьтесь пожалуйста кубрушкин 0048 05 мвд россии что вы здесь делаете причину почему ко мне обратились а как вы так просто спрашивать но уставу что положено почему ко мне обращаетесь ну как всем подходит что делать вы ко всем подходит спрашивать снимаю запрещено но уж видите снимаю но это не обязан отвечать ну тогда вы представьте что вы не куплюшкин не полицейский там скажите меня зовут там сергей ваня там или как я не знаю никита меня ярослав да но я смотрю как работает полиция как обеспечить якобы безопасность а в других странах на перерывах сша полиция не имеет права подойти спросить документы я вот изучаю этот вопрос я журналист еще добавить поэтому хороший вопрос ну поэтому я с вами вежливо да все нормально у меня претензий к вам нет поэтому я смотрю что составляют протокол что составляют смотрю полиция как бы правильно сказать чтобы не мазать всех черной краской просто очень много обращений у меня граждан от граждан что полиции деньги берет там и так далее я вижу да вот мигранты там еще что то что за мелкие суммы полиция отпускает и вот наблюдаю что происходит поэтому на всякий случай снимается видеофиксации показываю граждану пример что порядок нашей стране наступит когда вот изображение с ваших видеофиксаторов будет в прямую сеть выходить когда уделение полиции можно будет снимать хотя существует определенный секрет следствие определенные вот но не спокойно в нашем государстве надо показать пример некий новый как может общество развиваться куда без сил правопорядка нам никуда и надо выстраивать диалог вот вы как думаете куда будет страна развиваться никита у вас собственно жилье есть есть хорошо дети развития пока нет но планируетесь а увеличивать жилье как на вырос тяжело вот тяжело вот посмотрите в интернете проект глобальная волна мы предлагаем делать ставку на новые технологии сейчас мы в стране вынуждены зарабатывать но на исчерпаемых ресурсов а богатство на любой страны это интеллект но люди россия оккупирована переворот был в двадцать первом году может вы молодой не курсе не застали вот был переворот чтобы как раз вогнать нас в тоталитарное полицейское государство и как рабов здесь их эксплуатировать вот оставку можно сделать на единиц в нашем обществе и увеличить бюджет страны мы ваше содержание и другие граждане чтобы мы могли развиваться не в страхе а в созидании и в развитии цели конечно хорошие сильные но ну дорогу осилит идущий но поэтому просто я почему с вами разговариваю сейчас очень обострилась ситуация 23 числа навальный призывает людей выйти на улицу будут беспорядки массовые и подталкивают кровавому сценарию а я как раз топлю за то что для чего вот видеосъемка чтобы граждане общество понимали что не в конфликте решение она нужно показать путь развития вот сегодня действующая власть которую вы защищаете по уставу не рисует гражданам никаких радужных перспектив к сожалению поэтому я понимаю почему народ выходит на улицу я не оправдываю это но понимаем что впереди иди ждет без перспектива не народ лишь полицию пошли ваш не мечтали в полиции работать наверняка когда были маленьким о чем-то другом мечтали вот а пошли от безысходки в полицию работы нету там и так далее это же ненормально в жизнь проживаете о вашей в стране но сотрудников правопорядка но миллионы людей получается люди живут но не понимая свое предназначение ими возможности реализоваться вот мы за то чтобы мы могли все реализоваться конечно не факт что так если мы живем в годливом обществе не факт что так должно быть поэтому мы за то чтобы как-то это менять никита большое спасибо вам всего доброго спасибо вот так мы и помиримся дорогие друзья с правоохранителями спасибо всего доброго дорогие друзья это круто полицейский мне поставил вот так вот кулачок сказал что это очень круто я иду на четвертый день курса купе его я вышел метро в днк попросил в школу здравого смысла дать мне разрешение выложить казус навального к себе на канал поскольку ситуация по школе значит меня спрашивают ярослав ты что помирился со школой я должен сказать что я лично со школой не ругался я не имею служебный доступ до служебной информации я высказал свое личное мнение как люди ректора школы здравосмысла отреагировал на мое мнение это их дело я со своей стороны показываю что тема озвученная в передаче про казус навального интересная в плане того что нельзя допустить кровопролитие нельзя допустить крови но как вы слышали в разговоре с товарищем полицейским с никитой мы не просто болтаем что вот есть инструмент правды а какой инструмент правды вот многие представители школы здравосмысла прошли клинику купеева вы видели приглашение владимир георгиевича разработчика студию купеева вы слышали что те кто которые проходили озвучивали какая-то гениальная методика это методика распространенной по всему миру по франшизе может дать миллиарды миллиарды долларов в бюджет российской федерации который мы можем направить на решение социальных проектов вот это и есть инструмент правды о котором я и вещаю вот на этом пока стоп снято если есть вопросы по методике задавайте потому что комментарии разрозненные вот поэтому пока стоп снята дорогие зрители не выходите на массовые протесты я понимаю что ситуация ситуация безысходная что 20 лет правления и просажены многие отрасли просто мы должны объединиться и в рамках действующего законодательства показать свою массу то объединиться 99,9 как сказал владимир прусаков рулит 0 1 процент а 99,9 не могут объединиться потому что давайте возьмем в руки инструмент правда это хорошо но непонятно где жить как кормить как воспитывать как перемещаться глобальная волна на это дает вопрос ответы на эти вопросы и вы нам помогаете двигаться вперед снегопад какой прекрасно новая физика новая физика позволяет нам создать новое небывалое и крах в америке если раньше в мире мы могли мечтать ну живя в россии типа в россии плохо а где хорошо ну типа в америке хорошо вот это пандемия вот этот хаос по всему миру позволяет понять что не ищи рай где-то там рай он в тебе внутри себя начинай и тогда инопланете будет счастье пока стоп я то спасибо